Итак, радостная новость. Я наконец-таки получила свою долгожданную посылку из Таиланда. На этот раз посылка летела у нас через Владивосток, потому что под Новый год у нас случился таможенный коллапс. У кого-то нашли запрещенные вещества в посылке, и все тайские посылки встряли. Сегодня выпустили последние посылки. Надеюсь, надо проверить, сели еще. Но вот те, которые я отслеживала с этой партией, последние посылки уже таможня нам отдала. Никаких претензий к нам не имеет, потому что у нас все сделано хорошо. Но новые партии, пока таможня капризничает, полетели через Владивосток. В Новороссийск эта посылка ко мне летела через Сочи. То есть из Владивостока ее отправили в Сочи, и шла эта посылка около трех недель. Но то, что я заметила сразу, то, что посылка с нарушенной упаковкой. Я приготовила уже ножичек, чтобы вскрывать, но здесь она вскрывается без ножика. Вот, сейчас будем смотреть, все ли на месте. Меня вот часто спрашивают, являешься ли ты клиентом своего магазина. Да, скажу больше. Когда я нахожусь в России, я регулярно себе делаю заказы. Вот мне их доставляют. Мне также, у меня куча родных, близких, друзей, знакомых и так далее, которые просят тоже что-нибудь из Таиланда. Вот, обязательно. Вот, и сейчас я буду показывать, что мне пришло. Сразу же вижу то, что вот я ждала. Это... Ага, вот, брелок в виде дракона. Да, наши клиенты были правы. Он действительно гораздо интереснее, чем на фотографии. Причем на фотографии он просто светлый. Да, здесь он получается мультитональный. С одной стороны светлее, с другой темнее. Потому что, да, древесина она такая неоднородная. Вот, интересно, какая штука. Потом я ее рассмотрю. Приятно из рук выпускать не хочется. Потом я ее рассмотрю более подробно. Вот, раз, два. Вот они два, и они абсолютно разные, потому что это ручная работа. Вот они двусторонние. Так, ладно, это откладываем. Смотрим. А вот, кстати, третьего дракончика я не вижу. У меня было три. Неужели выпал? А, вот третий есть. Все хорошо. Черный бальзам. Это у меня заказал приятель. У него мама проблема с уставами. Вот она подсела на этот бальзам, ничего не помогало. Вот черный бальзам прям ей очень хорошо помогает. Так, ага. Это маленький белый бальзам с фотосом. Это на подарки. Потому что я еще не со всеми успела увидеться, с кем хотела. И обычно, если я долго с кем-то не вижу, из друзей, знакомых, после долгого пребывания в Таиланде, потом возвращаюсь, я обязательно что-нибудь вручаю. Вот, маленький подарок. Ну, и опять-таки же, сумочка у меня всегда несколько штук болтается. Вдруг кому-то нужна экстренная помощь. Вот он у меня под рукой. Вот, это вот лосьончик для сестры. Он очень хорошо у него убирает воспаление. Дамы у нас с большой грудью. И те, у кого большая грудь, знают, что летом бывают всякие неприятные высыпания. Вот, под грудью. И вот этот лосьончик очень хорошо убирает. Также любые вот кожные проблемы, высыпания, воспаления, опрения и так далее. И вот уже готовимся к лету. Вот, лосьончик от кожных проблем. Постилки. Да, если бы эта посылка пришла за неделю, как раньше, они бы были к месту. Постилки от кашля для боли в горле. Потому что у меня как раз неделю назад вся семья переболела очень неприятным гриппом. И эти постилки были бы. Кстати, ну мы и обошлись и без них на том, что у нас было. Ага, это я взяла себе. Это Triphala Detox. Это капсулы, которые улучшают пищеварение. Потому что в России, к сожалению, я не могу позволить себе тот рацион, который питание в Таиланде. И у меня кишечник начинает бунтовать. И вот эти вот таблетки, они мне прям сильно выручают. Так, что у нас еще? Ага, это тоже лосьончик для сестры. Здесь у нас присыпка. Это у меня подруга заказала. Ну, в общем, на самом деле присыпки очень классные, качественные. Они здесь тут с ментолом. Тоже они охлаждают, убирают опрелости. И вот многие из тех, кто моих тоже друзей, знакомых, попробовал тайские присыпки. Они уже, русские, уже не так интересно. И если есть возможность, заказывают тайские. Нюхательная смесь. Ну, тоже. Две недели назад она была бы очень к тему. Ну, сейчас тоже. Пусть будет. Что у нас дальше идет? Еще один черный бальзамчик. Ура! Пришло то самое мыло. Я, наконец-таки, могу его распечатать. Это уже будет отдельное видео. Чтобы посмотреть, вот, что там внутри. И испытать его на себе. Вот. По прямому назначению и не только. Ага. Маринга. Это тоже для Веры. Верочка, твои капсулы пришли. Так. По ссылке Fatalite John. Тоже у нас идет Вере. Еще одна нюхательная смесь. Тоже знакомым. Так. Ага. Вот тут хоть интересная вещь. Ее бы распаковать. Вот одной рукой мне сейчас не очень удобно. Второй рукой я снимаю. Хотела взять штатив. Ну, в итоге. Сейчас я ее откат. Как-нибудь расковыряю. Чтобы было видно. Это глицериновый экстракт крови дракона. Спасибо одной из наших постоянных клиентов, которая попросила себе вот такую вот вещь. Вот. Я специально для нее нашла. Добавила ассортимент. Я ее уже сама испробовала. И я на самом деле в восторге. Да. Мэдж Дрэг. Ред. Такая красная жидкость. Ее можно добавлять в крем. Я добавляю ее в геле. То есть там можно... Самый простой гель алоэ вера. Или самая простая сыворотка для лица. Добавляет сюда пару капель. Размешивается. Наносится на лице эффект вау. То есть уже через 1-2 недели использования вот такого обогащенного крема или тоника. Прям лицо преображается на глазах. Вот. Также ее, так как она на основе глицерина. Ее можно добавлять в воду и пить. Вот. На сайте есть указанные дозировки, в которых можно это делать. Пишут, что там куча у нее супер полезных свойств. Я внутрь ее еще не пробовала. Но вот на лицо для меня это просто must have. Вот. Я заказала еще несколько штук про запас. Одну мы уже используем активно всей семьей. Я, сестра и мама. И все очень довольны. Всем троим подошло. Вот. Очень классная штука. Единственное, что она на глицерине. Я немножко переборщила. Больше, чем надо добавила. И гель стал липким. Вот. Но все равно он работает. Так что лучше не борщить, а по чуть-чуть добавлять. Что у нас тут еще? Упаковочные материалы. А, декалген тоже, да. Опоздал декалген. Ну, сейчас у меня были запасы. И мы смогли спокойно перенести гриб. Так. Здесь вот у нас тоже черный бальзам. Брелочек. Еще один. Ага. Тоже это у меня попросили попробовать. Обезболивающее, анестероидное средство. Вот. Интересно, в самом деле. Дает ли оно, на самом деле, тут эффекты, о котором пишут. Ну, попробуем. Так. Еще одно мыльце. Которое прям по описанию настоящая панацея. У него реально очень клевый состав. Ну, будем пробовать. Посмотрим. Как раз у меня заканчивается мыло для лица. Вот. Попробуем. Ага. Вот еще одни таблеточки для колген. И здесь еще что-то есть. Ну-ка. А, да. Это трепхала для приятельницы. Детокс тоже. Здесь я не вижу сколько капсул. Должно быть по идее 50. Вот. То есть есть упаковка 100 капсул. Есть упаковка 50 капсул. Еще одна красная кровь дракона. Так. Год дракона мы используем кровь дракона. Ну, и... Ага. Это вот тоже для приятельницы. Вот. Я раньше не понимала, почему люди антоцил и все те же парацетамол заказывают из Таиланда. А пока вот сама с этим не столкнулась и не поняла, что да, тайские все-таки лекарства, они эффективнее почему-то, чем то, что продается в наших аптеках. Поэтому я теперь не удивляюсь, когда у меня просят из Таиланда антоцил заказать или парацетамол. Ну, на этом вот то, что я заказала, обзор закончился. Такая вот маленькая у меня получилась посылка. Но все самое необходимое. Вот. Что просто предыдущая посылка у меня была почти на 10 килограмм. Вот. И там было много очень всего. Мы то еще не съели. Но и вспомнила, что еще. Это не заказала, это не заказала, то забыла, это забыла. И в итоге вот на 2 килограмма посылочку пришлось сформировать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.